Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события минувшей торговой сессии. Говорите о тенденциях, которые сейчас присутствуют на финансовых рынках. Если крупными мазками подводить итоги вчерашнего дня, в целом можно сказать, что сейчас на рынке преобладает спрос на риск. Но, конечно же, глядя на динамику евро, это не так очевидно. Но если мы посмотрим на то, что происходит с защитными активами, они сейчас пользуются меньшим спросом. Например, японская иена в ходе вчерашней торговой сессии просела, франк просела, золото очень сильно просело. В принципе, впоследствии мы будем, безусловно, еще более интенсивно выкупать эти инструменты. Я думаю, что даже не то, чтобы в перспективе какого-то неопределенного времени, а уже совсем в ближайшие недели. Потому что нам нужно подтверждение сохраняющихся геополитических рисков в контексте всех тех подвешенных вопросов, о которых я говорил. Это переговоры США и Китая, которые запланированы на следующей неделе, то есть потенциальный риск. Это возможность усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, это рост политической неопределенности в США, рост политической неопределенности в Англии. И, опять же, более активная позиция Федрезерва по снижению процентной ставки, которая определит давление на доллары и, соответственно, позволит нам уже искать те активы, которые на этом фоне только выиграют. Я думаю, что если мы точно определимся с перспективами смягчения американской монетарной политики, мы точно будем знать, как действовать и по защитным активам. Давайте теперь пробежимся по основным инструментам. Начнем мы традиционно с нефтянки, которая сейчас котируется по бренду на уровне 59-68. Я понимаю, друзья, что продавцы сейчас уже готовятся к тому, что бренд окажется еще ниже, то есть пробит уровень важный 60 долларов за баррель. Открывать дорогу для еще более глубокого похода возможно даже в район 55 долларов за баррель. Причины признаю, что они есть. Это и относительная деэскалация напряженности на Ближнем Востоке после того, как Саудовская Аравия вела частичное перемирие с Йеменом. Это и сообщение тоже Саудовской Аравии с отсылкой, опять же, на Саудиоранг о том, что нефтяная инфраструктура полностью восстановлена после теракта, который произошел две недели назад. Фактический уровень нефтедобычи сейчас уже возвращен к прежнему показателю в 10 миллионов баррелей в сутки. Поэтому нет уже такой угрозы дефицита предложения. Также, друзья, я хочу напомнить вам, что сейчас на рынке очень активно обсуждают тему потенциального ограничения портфельных инвестиций для американских инвесторов в китайские компании. Соответственно, о чем это говорит? Ну, если чуть развить эту тему, то ограничение портфельных инвестиций, это фактически можно приравнять, наверное, к дилистингу китайских компаний с американских фондовых бирж. Является ли это продуманным ходом и шагом сейчас США именно в преддверии запланированных приговоров, которые состоятся на следующей неделе? Ну, это спорный вопрос. Потому что, вроде бы как, это явное усиление неопределенности и явный камень об огород именно Китая. Как Китай отреагирует на это неизвестно, но мне кажется, что Штаты таким образом чинят очевидные препятствия, которые могут очень сильно затруднить ход переговоров на следующей неделе. Вот поэтому, друзья, я считаю, что мы, возвращаясь к перспективам защитных активов, сейчас не должны отказываться от желания увидеть их более дорогими. Потому что, как только на рынок придут новости о том, что переговоры, в принципе, так и остаются в прежнем тупике, и мы вынуждены снова говорить о торговой войне, спрос на эти активы значительно возрастет. Касательно нефти. Если убрать весь тот фон, который я перечислил, в сухом остатке у нас остается Ближний Восток. Возможно, Ближний Восток сейчас и оказывает именно деэскалацию напряженности, возвращение Сауди о рамках к ближним показателям добычи, поддержку продавца. Но напомню, друзья, что Штаты увеличили свое присутствие на территории Саудовской Аравии военного контингента, опять же, из-за опасений, повторений угрозы нападения и атак на инфраструктуру Сауди о рамках. И если эти инциденты повторятся, разумеется, мы увидим роста котировок нефти, и перемирие будет отменено. Я просто уже не раз сталкивался с такой ситуацией радикальной смены рыночных настроений. И поскольку сейчас все-таки есть подвешенность этого вопроса событий на Ближнем Востоке, я не могу, друзья, поставить на дальнейшее снижение цен на нефть. По другим активам особенно ситуация не меняется, ну и в целом даже неплохо. По евро мы снижаемся, 1,0889. Мы уже ориентируемся на более донные уровни. Долгосрочная цель – это 1,05. Сначала нам нужно добраться до планки 1,08. Сегодня в 11.00 выйдут данные по индексам производственной активности еврозоны и ведущих экономик. ЕС по ожиданиям цифры снова разочарует. В 12.00 данные по индексу потребительских цен. Смотрим за базовым показателем инфляции. Скорее всего, мы увидим значение ниже единицы. Это к вопросу о новых стимулах. Но об этом я уже говорил. Конечно же, евро будет позиционно снижаться. Фонд против доллара. Тут можно чуть-чуть остановиться поподробнее. Потому что британская валюта может быть очень интересной на этой неделе. Мы видим то, что сейчас пара котируется ниже отметки 1,23. Я ориентируюсь на то, что мы доберемся до поддержки 1,21. Шансы очень высоки, потому что мы продолжаем обсуждать события политического характера. Британские, кстати, оппозиционеры рассматривают возможность запуска процесса импичмента действующего премьеру, министру Англии, Борису Джонсону. Основание для этого – это прошлое решение Верховного суда о том, что решение Джонсона приостановить работу правительства было незаконным и неправомерным. Поскольку удалось протащить доказательную базу того, что действия Джонсона фактически были направлены на сознательное ограничение работы парламента, чтобы те не имели возможности участвовать в переговорах по Брекзиту. Значит, друзья, если импичменту быть, скорее всего, последует и дальнейший суд. Голосование по импичменту может быть поднято уже на этой неделе, если это случится. Такой прецедент произойдет впервые с 1850 года. Тогда грозили судом, опять же, тогда, что, например, министру Англии, кстати говоря, за связи с Россией. Тоже довольно такая глубокая политическая тема. Помимо импичмента мы ждем вотом недоверия со стороны оппозиционеров. На прошлой неделе они также допустили, что это может возможно быть в ближайшие две недели. В общем времени, в принципе, добры остается все меньше и меньше, друзья. Я думаю, что мы еще выжмем соки именно из этой валютной пары, как минимум добравшись до уровня 1.20. По доллару канадцу ничего не меняется. 1.3246 данные по темпам экономического роста. Мы сегодня ждем в 15.30 и ждем, что слабый отчет поддержит рост пары. По австралийцу мы дождались снижения процентной ставки. Резервный банк Австралии снизил ее на 25 базисных пунктов. При этом отметил, что готов снизить ставки еще больше. При этом инфляционные ожидания останутся слабыми. Мы ждем сегодня еще в 12.20 выступления Филиппа Лоу. И я думаю, что его комментарии о перспективах дальнейшего смягчения экономической политики приведут к еще большему давлению на австралийца. В общем, ждем австралийца на отметке как минимум 0.67 и ниже. И, как я говорил, параллельно покупаем еще пару евро ауди. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.